Добрый день, уважаемые зрители! На часто задаваемый вопрос о том, в какой период можно запускать глубокую подстилку, отвечаю. Глубокую подстилку для содержания животных и птиц можно начинать устраивать и запускать как в летние, так и в зимние периоды. Важно, чтобы при формировании подстилки в помещении, где это происходит, была температура не ниже, чем плюс 7 градусов по Цельсию. Причем температура должна быть измерена на уровне пола, поскольку термометр, укрепленный на уровне глаз на стене, показывает и фиксирует температуру значительно выше, чем та, которую мы хотим отследить на уровне пола. Если тепла недостаточно, нужно произвести прогрев в помещении отопительным прибором. Воспользуйтесь тепловентилятором, бытовым или промышленным электрическим обогревателем, буржуйкой и тому подобное. Подстилочный материал, солома и опилки должны тоже быть не холодными и иметь температуру не ниже, чем плюс 7 градусов по Цельсию. При необходимости солому и опилки, занесенные с мороза, нужно подогреть, уложив подстилочный материал кучей вокруг отопительного прибора. Если мерзлую подстилку положить просто на пол и разогревать, она не прогреется, поскольку тепло всегда идет вверх. Биопрепарат водограй чистый хлеб для глубокой подстилки вносится в нее только тогда, когда солома и опилки показали на термометре плюс 7 градусов и более. В течение 5 суток бактерии производят разогрев подстилки и как минимум до плюс 35 градусов мы должны зафиксировать температуру на уровне 10-20 сантиметров в глубине подстилки. Пользуясь случаем, хочу пригласить своих партнеров и потенциальных покупателей 18-20 февраля в Международный экспоцентр в Киеве на выставку. Спасибо за внимание.